Кто такие, братья, ведомые прямым путём халифы? Это четыре халифа. Абу-Баккар, Умар, Усман, Али То есть, почему их написали словом рушд? То есть, пришло махдиин и рашидин. Какая разница между махди и рашид? То есть, и худа, и рушд, и то, и другое на русский мы переводим как прямой путь. Но мы знаем то, что в арабском языке полноценных синонимов не существует. То есть, стопроцентно, чтобы одно и то же значение было, нет такого. То есть, всегда есть какое-то определённое, чуть-чуть добавочное значение у одного из слов. Поэтому, худа, братья, хади, худа, когда приходят. И каким образом мы узнаём, какое значение этого слова? Через антоним его. Худа его, значит, то есть, его антоним, какой кто знает? Кто арабский знает? Какой? Где пришло? В аятах много приходят. Когда приходит слово гуда, приходит только это слово противоречит. Даляль. Гуда ему противоречит даляль, заблуждение. Хорошо. Что касается рушд, какой у него? Акс. Какой у него антоним? Гай. Или же, то есть, рашид, его противоречит, противоречит ему гавы. Гавы это, то есть, также заблудший. Поэтому даллин, кто у нас описан как даллин в Уране, в Суре, Аль-Фатиха, про кого мы говорим даллин? И христиане, христиане. Христиане чем известны? Известны тем, что они, не зная истину, делают дела. То есть, их проблема в чем? Проблема в том, что они не познали истину правильно. Поэтому гади, гуда, это истина, то есть, знание истины, именно знанием. То есть, попасть правильно, то есть, попасть в истину своим знанием. Что касается рушид, это попасть в истину, то есть, правильно делать истину деяниями. То есть, худа возвращается к знанию, рушид возвращается к чему? К деяниям. Хорошо? Поэтому они описаны в Махдиин ар-Рашидин. Или же Рашидин ар-Махдиин. То есть, они и в своих деяниях, и в своих знаниях, они практикуют что? Истину. Правильный путь. Рушид получается, к евреям относятся? Нет, рушид к ним не относится, а к ним гай относятся. Гавун они. Поэтому описано гавун. Они знают, но не делают. Да, они знают истину, но не следуйте. Хорошо. То есть, опять же, Махдиин, мы уже сказали, какая разница между Махдиин и Рашид. Дальше пророк Алей-Сарату Ас-Сарам сказал, крепко держитесь за нее, даже схватитесь за нее коренными зубами. То есть, наваджид в арабском языке, это что? Это самые последние твои зубы. Самые последние из коренных зубов. То есть, которые между клыком и зубом мудрости, эти зубы называют что? То есть, как на русском жевалке их называют, да? Или как называют? Да, жевалки? Жевательные зубы. Хорошо. Да, коренные зубы. То есть, ты хватаешься, как будто бы коренными зубами. Томан. То есть, новые дела или нововведенные дела, это что? Это бедаты. И каждая беда является заблуждением. Беда, что такое в арабском языке, в самом арабском языке, языковое значение слова беда. Ма алей салагу миталюн сабих. То, чего не было до этого. То есть, любое нововведение. Например, телефоны, то есть, моноблоки с экраном сенсорным. Это что такое? Это беда. Но беда, это имеется языковой с точки зрения. То есть, не было раньше таких. Хорошо. Сегодня просто пальцем тычешь. Человеку, если лет 10 назад покажи телефон, он скажет, где его кнопки. Хорошо. То есть, сегодня этих кнопок нет. Аллахалим, что будет завтра и так далее и тому подобное. То есть, это все называется нововведение. Какие-то новшества и так далее. Ва шар'ан, что такое шариатское беда? Ма алям яду ля алейхи далилюн шар'ан. Если вкратце, это то, на чего нет шариатского довода. То есть, то, чем ты пытаешься приблизиться к Аллаху, говорит, что в этом есть благо, и на это нет у тебя далиля. Это называется беда. Хорошо. Нововведение. Факуллуман ахда сашеян ванасаба уиладдини, валям якун лягу далилюн, фахува бидатун даля аля. Ва саваун фил акида, фил аквала, фил афааль. То есть, поэтому любой, кто бы не внес что-то новое, говоря, что это из религии, и у него нет на это довода, это будет беда там. Хорошо. То есть, неважно, в убеждениях он это сделает, в словах каких-то или же в деяниях. Хорошо. Тот, кто убежден, что Аллах, субхану ата аля, например, у него нет никаких атрибутов действия. Это беда или не беда? Беда на это не было никакого. То есть, нет у этого человека довода на это. Хорошо. Тот, кто начинает, например, когда Аллах алям в России это не распространено, аль-хамдуллах, но, возвращаясь из рук в стояние, говорит, вот этот шукар, есть на это довод или нет? Нет на это никакого довода. Люди прибавляют. Хорошо это или нехорошо? Нехорошо. То есть, неужели ты говоришь то, что ты говоришь, лучше, чем то, что сказал пророк алей-саляту, лучше, чем то, что научил тебя пророк алей-саляту, хорошо? Или же этот самый азан, после азана, говоришь, Вот это нет на это довода. Хадисы слабые. Хорошо. Поэтому нельзя это добавлять. Это является бедатом. Или же в деяниях, то есть, в какие-либо, то есть, любые добавления, именно действий, Аллах алям это заходит во все эти три. А в руку что надо иметь? Субхану Раби и Азим. А еще? Три раза. Вот так, да? Да, разные есть. Разные пришло. Пришло 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 также то, что пророк алей-саляту сам в хадисе Аиши, который привел имаму Аль-Бухари, то, что он часто говорил в своих руках и с учудах Хорошо? То есть, разные, то есть, есть Аскар, это в руку, и в сучуде тоже приходит. В крепость мусульмана, в книге шейха Аль-Бани, все это приводится, аль-хамду-ля, то, что они, братья, возвеличивают книгу Аллах и сунну его посланника, саллаллаху алей-салям. То есть, уважают эти, то есть, сунну и книгу. И они ставят, братья, слова Аллах, субхану-ля, и слова посланника его, алей-саляту вассалям, выше, чем слова любого. Даже если это Абу Ханифа. Хорошо? Сказал Абу Ханифа, не сказал Абу Ханифа. Если сказал Аллах, субхану-ля, и его посланник, алей-саляту вассалям, это, братья, выше, чем Абу Ханифа, Шафи, Малик и так далее, все вместе взятые. Хорошо? Даже если это сказал Абу Баккар, Умар и так далее. Хорошо? То есть, в первую очередь у нас слова Аллаха и слова посланника. Правильно ли говорить сначала слова Аллаха, а затем слова посланника? То есть, в первую очередь слова Аллаха, если пророк противоречит тому, что в Коране мы оставляем его слова и следуем книге Аллаха. То есть, пророк противоречит книге Аллаха. Не противоречит. Слова посланника это те же слова Аллаха, потому что и там, и там внушение от кого? От Аллаха. сказал, описывая Мухаммада, сказал, что он не говорит по собственной прихоти, все это внушаемое ему откровение. Хорошо. И они знают также, что самые правдивые слова, самые лучшие слова, это речь Аллаха, слова Аллаха, Аллах сказал, кто же правдивее, чем Аллах в своих словах, кто же правдивее, чем Аллах в своей речи. Хорошо. Также они знают, то, что лучший путь, это путь Мухаммада, посланника Аллаха, алейсалату ассалам. Что такое хади? Это братья, то есть его, как сказать, деяния какие-то, его путь, его описание, жизнь описания и так далее. Худа, это что? Это, то есть, ведение по прямому пути, или же прямой путь. И они, братья, ставят речь Аллаха, выше, чем любую речь, кто бы это ни был, какой бы это человек ни был. Хорошо. Оставляют все то, что противоречит словам Аллаха, из слов людей, неважно, кто это, какие-то главы государств и так далее, или же это ученые какие-то, или же это какие-то поклоняющиеся постоянно Аллаху, и так далее, неважно, кто бы то ни был, мы опровергаем его слова словами Аллаха, субханаху ва та'але. Хорошо. И они ставят в первую очередь путь посланника, его, то есть, путь, его братья жизнеописания, его обучение, его указание нам, то, что рак Аллаху нам указывал, мы берем это и ставим это выше, чем слова кого-либо другого. Хорошо. Хорошо. То есть, кто бы то ни был, какое бы то создание не было, помимо посланника, алейхи салату ассалям, какое бы великое положение он не занимал и так далее, мы его слова опровергаем словами посланника, алейхи салату ассалям. И следуем в первую очередь словам пророка, саллаллаху алейхи салям. И в этом мы следуем словам Аллаха, который сказал нам, Хорошо. Аллах, субхану а тааля, сказал, о те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь Его посланнику и обладающим властью среди вас. То есть, это ученые и правители. Если же вы разногласите в чем-то, то возвращайте это к Аллаху и Его посланнику. Каким образом возвращаем к Аллаху Его посланнику? К Аллаху, к книге Его, к Сунни, после смерти посланника алейхи салатсам, возвращаемся к Его хадисам, к Его Сунни, достоверно пришедшей к нам. То есть, поэтому, хорошо, если мы сегодня разногласим, нужно ли Амин в молитве говорить или нет? К чему возвращаемся? К словам Мухаммада и Абдул-Хаса и Абдул-Ханифы, к словам Абу-Юсуфа и так далее, или кого? К словам Аллаха и Его посланника, саллаллаху алейхи салям. Хорошо, пророк Алейхи салату сказал, фигайрима хадис, то есть, в нескольких хадисах, когда сказал ваш имам ва-ля-даллин, говорите Амин, когда сказал ваш имам Амин, говорите Амин и так далее, и тому подобное. Хорошо? То есть, если вам кто-то сказал, например, из имамов говорят то, что нет, в нашем Азаби это не принято, тем более, в хадисе пришло, если ваш имам говорит Амин, то говорите и вы Амин, а мы не говорим Амин. Мы им скажем, что есть другой ревод этого хадиса, когда ваш имам скажет ва-ля-даллин, тогда говорите Амин. И здесь нет упоминания имама. Хорошо? В вашем случае, если у вас это приводит к каким-то фитнам и так далее, смутам, если от этого бывают проблемы и так далее, нет проблем, иншалата Аля, оставить это до лучших времен, иншалата Аля. Это то, что говорят ученые в таких вопросах. Хорошо. Поэтому они названы, то есть салифиты названы как Ахли Китаба Ахли Кур'ана Ахли Кур'ана Ахли Кур'ана То есть приверженцы Кур'ана и Сунны. То есть потому, что они, братья, крепко придерживаются слова Аллаха и ставят их выше, чем слова любого и также следуют, то есть беспрекословно следуют пути посланника ставя его путь выше, чем любой другой путь, любые другие слова и так далее. Поэтому их называют приверженцы слова Аллаха или слова посланника. Имеется в виду приверженцы Кур'ана и Хадиса. Хорошо. То есть из-за этого они названы, братья, этим прекрасным названием, которые, то есть это название указывает на то, что они, братья, только они следуют за этими двумя, то есть за Кур'аном и Сунной, то есть помимо других заблудших, которые отклонились от книги Аллаха и Сунны посланника. Хорошо. То есть ты сегодня себя называешь приверженцем Кур'ана и Сунны и к тебе приходит человек, который говорит я из секты Ихвану и Мусульмин. Просто даже само название у кого лучше. Хорошо. Или же человек говорит я из Джамаатут Таблих. То есть я Таблихийц, например. Хорошо. Ты ему что скажешь? То, что Субханна, побойся Аллах, как ты сам себя описываешь какой-то сектой в исламе, ты сам говоришь, то есть описываешь себя чем-то помимо пути посланника Алейх Салат. Как говорится? Разве вы не устрашитесь ли вы Аллах? Как так можно? Приходишь и говоришь, что ты Аш'арит, Субханна, Аш'арит какой Аш'арит? Почему ты себя Мухаммадитом не называешь? Хорошо. Почему ты не называешь себя Суннитом? Хорошо. Почему не называешь себя Салифитом? Что значит Салифит? Салифит это тот, кто придерживается прямого пути, то есть придерживается пути праведных предшественников. Почему ты не описываешь себя этим? Хорошо. Аллаху аль-Мустан. Хорошо. Каль муатазилиты вальхавариджи вальраафиду ва ман вафақам фи аквалихим авфи баадыха. То есть и как муатазилиты, хариджиты, тарафидиты и так далее, которые описывают себя каким-то названием, не Субханна, не описывая себя Сунный посланник Алейх Салат, не описывая себя книгой его. Аллаху Субханна ва Тааке. Хорошо. Васумму аль-Аль-Джама'а камасумму аль-Аль-Китаб васумму аль-Аль-Джама'а валь-Джама'а тудыду аль-Фурка. Также их называют подобно тому, как их называют аль-Аль-Сунна валь-Джама'а и аль-Сунна валь-Кур'ан. Как называют их также аль-Джама'а, то есть приверженцы единения на истине. Хорошо. И мы сказали единение, это его противоречит этому слову, то есть разделение. Хорошо. Хорошо. Потому что тот, кто братья следует книге Аллаху Субханна в Сунне посланника, этот человек, то есть именно вот это его следование за книгой Аллаху Субханна или за Сунна его посланника, обязывает тебя, хочешь ты, не хочешь, что ты будешь любить тех, кто совершает так же, что ты будешь с ними дружить и будешь крепко придерживаться одного и того, как Аллаху Субханна сказал, придерживайтесь или держитесь за веру Аллаха все вместе и ни в коем случае не разделяйтесь. Хорошо. То есть здесь джама'а что подразумевается? Это те, кто придерживается истины. То есть даже если это будет один человек. Хорошо. Субханна, из доводов на это то, что видим мы сегодня. Сегодня человек, брат какой-нибудь новый приходит в нашу группу, в наш джама'ат и так далее. И Субханна ты с ним общаешься, у тебя к нему такая любовь, как будто бы ты его знаешь с детства. Хорошо. Быть может твой сосед, которого ты знаешь долгие годы, у тебя нет таких теплых чувств к нему, у тебя нет такой поддержки ему, как человек, которого ты узнал вчера, но ты знаешь, что он придерживается того же, что и ты. Хорошо. То есть приезжает вам человек с Кавказа, Аллах Алим знает, его не знает, видеть не видели. И Аль-Хамдуля, надеюсь, что у вас такая же любовь к нему, как у него к вам. Барак Аллаху фикмам. Кусь Аллаху спадаля, хранит вас всех. Хорошо. И так же, братья, из качеств, прекрасных качеств Аль-Сунна и Джамаа, то, что они, братья, едины на том, что они, братья, принимают Кур'ан и Сунну. То, что они, братья, едины, то есть в принимании истины, то, что они, братья, единятся на истине. И так же они помогают друг другу в благочестии и в богобоязненности. Хорошо. И из-за этого, братья, у них всегда во всем они единогласны. Хорошо. В основах религии, братья, они единогласны. Более того, братья Аль-Сунна, Два человека из Аглесуна никаких проблем нет, когда они опровергают друг друга. То есть, этот говорит так, ты говоришь, нет, брат, это неправильно. Более правильно, так-то, так-то. Найдите мне подобное у заблучих, у таблига. Найдите, братья, таблиг, чтобы друг друга опровергали. Говорят, брат, ты здесь ошибаешься. Прок Алей Сарат сам сказал так-то, так-то. Нет у них, братья, такого. Они, братья, друг друга оставляют и прощают все. Найдите у Ихвану и Муслимин, чтобы они, братья, опровергали друг друга. Нигде такого нет. Что касается нас, братья, у нас нет никаких проблем, мы любим, братья шейха Абнубаза, любим шейха Альбани больше, чем любим наших родителей, потому что имеют они больше прав на нас. Но вместе с этим, когда шейха Абнубаза опровергают Альбани, Альбания опровергает шейха Абнубаза, никаких в этом проблем мы не видим. И не видели они, субханалла, любили друг друга, хорошо? Поэтому, когда случилось у шейха Альбани то, что случилось, не продлили с ним контракт, не смог он вернуться в Саудию. Шейх Ибн Убаз долго пытался добиться того, чтобы все-таки забрать шейха Альбани в Медину. Но, аль-хамдулля, Аллах, субханалла, предопределил, и не получилось этого. Что сказал шейх Ибн Убаз ему? Сказал, Подобный тебе даст великую пользу людям, где бы он ни был, субханалла. То есть, какие-то великие слова поддержки, субханалла, от одной горы знаний к другому, хорошо? Как говорил один из шейхов мединских, Али от Туэйджери, говорил такие хорошие слова, субханалла. Говорит, когда мы только узнали, что с шейхом Альбани не будет продлен контракт, и он не будет больше преподавать в мединском университете, мы стали грустить, то есть, субханалла, потеряли такое благо и так далее. А потом, говорит, мы поняли, что, субханалла, любое предопределение Аллаха, субханалла, в этом великое благо. Все, братья, книги, все то, братья, все то, что мы сегодня читаем и называем, братья, тураф, как говорится, наследие имама Альбани, случилось тогда, когда он вернулся, субханалла, к себе и начал, братья, в библиотеке изучать, изучать все эти иснады, проверять книги и так далее. Аллаху алям, работал бы он преподавателем и умер бы он, работая преподавателем в мединском университете, но был бы он доктор Мухаммад Насраддин Аль-Альбани, доктор наук Мухаммад Насраддин Аль-Альбани, были бы у него какие-нибудь там уроки и так далее, записи и так далее. Что касается сегодня, субханалла, братья, не осталось языка, из языков мира, на которые не переведены его книги, субханалла. Сегодня, братья, когда ученые проверяют его дела, то есть то, что он сделал, братья, для этой уммы, говорят, что если сегодня мы, братья, сто человек возьмем, обучим их науке хадиса, они не смогут сделать то, что сделал один только человек, субханалла. Одно создание Аллаха, субханалла, сделал такие вещи, субханалла. Какую великую мощь Аллах, субханалла, вложил в этого маленького слабого человека, рахималлаху, рахматануасиа, пусть Аллах, субханалла, помилует его и всех наших ученых. И вместе с этим, братья, находятся, субханалла, люди, у которых молоко на губах не отсохло, которые что-то про него говорят, в Аллахе, будут спрошены перед Аллахом, субханалла, за каждое слово, за каждую букву, которую сказали братья про таких ученых. То есть, иджма, мы сказали, единогласное мнение, это третья основа, на которую мы опираемся в вопросах религии. И ученые, то есть, науки, основы фикха, они сказали, что единогласное мнение, что это такое? Это единение ученых какого-то времени на каком-то вопросе религиозном, хорошо? То есть, на которого нет прямого довода, и они изучают вопрос, говорят, что теперь все, мы единогласны в том, что хоком такого-то, такого-то, есть так-то, так-то. То есть, не факт, что, например, какая-то вещь, когда появляется, люди, может, разогласят мне, когда еще не все понимают. Например, изначально вопрос курения сигарет, вопрос, братья, когда кофе, только появился кофе на арабском полуострове, люди говорили, что это нельзя пить. Харам, говорили, пить кофе. Потом, когда узнали, что нет в этом никаких проблем, сказали, что нет проблем. То же самое курение. Изначально не знали, что в этом какой-то вред есть и так далее, и тому подобное. Сказали, что нет проблем. Некоторые сказали, что нежелательно, потому что вонь изо рта, и так далее, и тому подобное. Поэтому, как говорил шейх Усамин, что касается сегодняшних дней, никому нельзя брать то мнение старых ученых. Почему? Потому что сегодня явно доказано и известно, что это харам, без никакого разногласия в этом вопросе. Хорошо? И это, братья, явный довод, который мы обязаны принимать. И также можно упомянуть то, что, братья, вопрос Иджма – это нелегкий вопрос. Иджма, братья, единогласное мнение. Имам Ахмад говорил, куллю мудда или Иджма, кадзаб говорил. Каждый, кто бы ни заявлял, что в каком-то вопросе единогласное мнение, это человек лжец, говорит, и не верьте этому человеку. Почему? Потому что это трудно доказать, хорошо? Но если же оно доказано, то это является доводом. Есть у нас много ученых, которые у них то, что они, братья, просто относились к понятию Иджма и говорили, что в этом вопросе Иджма, в этом вопросе Иджма. Также нужно, братья, знать, чтобы люди, то есть в этом, братья, вы понимаете, достоинство требований знаний. Когда человек не знает, братья, недоучка, который только вот А, Б, Алиф, Б, А, Та, Та выучил и начинает, братья, лезть и умничать в знаниях, он не знает, братья, многих вещей. Хорошо? Нужно, братья, изучать слова ученых. Нужно знать, кто как говорит. Ты можешь читать книгу по какому-то Мазгабу, и там будет вопрос какой-то из ученых Мазгаба, говорит, что в этом вопросе Иджма. И ты приходишь и говоришь, брат, в этом вопросе Иджма, а как ты противоречишь? Говорим то, что, брат, у некоторых ученых понятие Иджма имеется в виду Иджма, то есть шафиитов, например. То есть Иджма шафиитов тебе абсолютно не обязывает следовать этому. Почему? Потому что то, что шафииты, и то не факт, что все шафииты так сказали, не факт, что в принципе в этом вопросе Иджма. То есть не факт, это все не факт. То есть тебе нужно явное доказательство. именно те ученые, которые, когда говорят про Иджма, они действительно изучили этот вопрос раз. Они не подразумевают Иджма именно своего мозга и так далее и тому подобное. Хорошо? Поэтому Иджма, братья, это нелегкий вопрос. Поэтому не нужно ни в коем случае спешить в вопросах Иджма и так далее и спорить между собой. Хорошо. Ковлюху вагуал асулу саллиф айбаады ласлейн и лаввалийн вагумал китабу ассунна. То есть, и это третья основа. После двух основ первых, это мы сказали, что Куран и сунна. Хорошо.